Трагедия Меняются законы, меняются чиновники, но трагедия навсегда останется с нами. На месте рухнувшей Макси мы жители Золи Туда хотели бы видеть зелёный парк и памятную табличку. Но вместо этого скелет магазина продолжает напоминать им о страшном. Это место многие предпочитают обходить стороной. Галина покинула магазин за час до обрушения. Там обхожу, я обходу вот там, подожду, приду на кольцо, хотя иногда здесь надо проезжать. Я не могу. Ну, очень неприятно, если честно. С этой стороны ещё не так страшно, но когда со стороны, где дорога, проезжаешь, очень неприятно. И зная, что мы каждый раз всё время ходили в этот магазин, и там погибли люди. Я стараюсь всё-таки не думать об этом, поскольку мы живём здесь, понимаете, и поэтому не думаем. Стараюсь не думать, да, и прохожу так, но особо не смотрю. Ребёнку тоже особо не показываю, ничего не рассказываю, чтобы не травмировать. Сегодня на месте трагедии в Золи Туда идут последние приготовления для завтрашнего следственного эксперимента. Несущие конструкции зданий магазина, которые не рухнули во время обвала, завтра должны рухнуть. Если потребуется, их дополнительно нагрузят. Сегодня запланировано освободить несущие конструкции, тем самым позволить им провиснуть под своим весом, а также весом покрытия. Если не будет больших изменений и предположений, что они могут разрушиться под собственным весом, соответственно, завтра тогда планируется с помощью воды подать нагрузку весовую, вследствие чего. Но мы предполагаем, что это может быть достаточно долгий период времени понемногу подавать дополнительный вес на конструкции и до тех пор, пока они не сломаются. Сколько времени может занять намеренное разрушение конструкции, неизвестно. Не исключено, что работы растянутся до ночи. Поэтому местным жителям полиция заранее приносит свои извинения за шум и обещает обеспечить порядок в зоне работ. Отметим, поддержку несущих конструкций не уберут полностью, а лишь опустят на несколько сантиметров. Таким образом, в момент перелома на землю перекрытия не упадут. Всё это составная часть экспертизы, говорят в полиции. Эксперты будут также основываться на этих материалах при заключении о том, какой объект был построен, как он проектировался, какие процессы при строительстве, может были с нарушением, либо в соответствии с планами. В полиции говорят, никаких повреждений в близлежащих зданиях обрушение конструкции не создаст. Отметим, что это будет не последним экспериментом на месте трагедии. В планах полиции и экспертов ещё целый ряд мероприятий, в том числе и контролируемый пожар. Его целью будет выяснить, мог ли пожар, который произошёл на крыше за два года до обрушения, стать причиной ослабления конструкций. Результаты экспертизы должны быть известны осенью. Тогда же, по словам полиции, могут появиться и первые подозреваемые по делу.